В детском саду номер 121 города Владивостока прошла ежегодная спортивно-патриотическая игра «Зарница». Дошкалята учились вместе преодолевать препятствия, проявлять ловкость, сообразительность и взаимопомощь. А началось все со смотра строя и песен. Проведение таких мероприятий очень важно и для детского сада, и вообще для всего дошкольного образования, потому что именно в дошкольном детстве идет закладывание основ патриотизма этого юного ребенка. И, наверное, проводя такие мероприятия, педагоги формируют у ребенка любовь к родине, гордость за свою армию, гордость за свою страну. И, наверное, сейчас для нас, для каждого человека, вообще проживающего в России, очень важно обращать на это внимание. Вот уже пятый год руководство детского сада совместно с педагогами и родителями организовывает «Зарницу». Ведь начинать формировать духовные ценности, пропагандировать здоровый образ жизни и прививать любовь к родине необходимо с раннего возраста. Наша «Зарница» как раз-таки выполняет эти задачи на 100%. И детки наши получают полное представление о нашей родине, о необходимости ее защищать, о родах войск и о прочих моментах патриотического воспитания. И воспринимают игру как радость, как конкурсное соревнование. Они очень стремятся выполнить все задания. Им это безумно нравится. Ну а нам нравится, что они довольны. Пять отрядов разных родов войск. ВДВ, танкисты, спецназ, десантники и летчики. Командиры получили маршрутные листы, согласно которым команды проходили испытания. Детям нужно было пройти через болото, преодолеть сложную переправу, определить лучшего командира, а также выполнить другие задания, требующие показать всю слаженность и умение работать в команде. Маленькие бойцы отлично справились, преодолели все трудности, показали свою ловкость, скорость и внимательность. Далее ребята вернулись в штаб, где их ждала вкусная солдатская каша и ароматный чай. Также дошкольников познакомили со служебными собаками. Кинологи наглядно показали, как овчарки выполняют команды и проходят различные испытания. Дети были в восторге от увиденного и получили массу положительных эмоций. За отличную игру командам торжественно вручили почетные грамоты, а чемпионов ждал переходящий кубок Зараницы, который весь год будет стоять на почетном месте в группе команды победителя. В этом году это отряд спецназ, группа «Лучики». Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом. Денис Фадеев, новости на восьмом.